День защитника Отечества Но и не упомянул о причинах, из-за которых разные народы подверглись выселению. Своим мнением с накануня ТВ поделился автор документальных книг и исследований по истории Советского Союза Игорь Пыхалов. И он рассказал, почему проводились депортации и что недоговаривает Кадыров кленя Сталина. Надо вспомнить также и причины, к которым она привела. Дело в том, что это произошло не просто так, а было вызвано целым рядом причин. На территории тогдашней Чечено-Ингурской республики было и массовый бандитизм, и уклонение от призыва. И произошло три восстания в 1941-1942 году. Такой самый критический момент. Рамзан Кадыров написал о расстреле около 800 жителей Чечни и потери численности народа более 54%. Насколько верны эти цифры? Здесь числовые показатели совершенно неверные, потому что во время депортации застрелено около 50 человек, а во время соцпортировки там умерло где-то 1250 или около того. Другое дело, что да, в местах депортации там, естественно, была повышенная смертность, там довольно большое количество из депортированных умерли. Но это опять же было от 354%, то есть там где-то, ну, в пределах где-то 10% умер на ощупь. Эксперт отмечает, да, вероятно, получился перегиб с депортации. Но, с другой стороны, если бы не было в разгар войны против гитлеровской Германии такого разбоя, то и высылок тоже не было бы. Дело в том, что там просто была, как бы, продемонстрирована такая, как бы, нелояльность советской власти. Получилось, что там в 40-40-х годах, значит, там было подряд сорвано несколько призывов. Там были, в основном, там был довольно высокий уровень билитизма. Причем там, даже вот во время этого восстания 1922 года, в августе 1922 года, с тем же этим чеченским павстанцам там удалось захватить один из райцентров, и потом они пытались штурмовать другой райцентр. Причем это поспало как раз на времени совсем решительно на потенементах на Кавказ. То есть явно они, в общем-то, дело координировали и ждали немцев. Там действительно, когда объективные причины были, ну, единственное, что, конечно, не следовало поступать, конечно, столь резко. Опять же, если бы не было такого воскрешения, то тогда бы и не было депортации, потому что ведь те же самые кавказские народы, которые жили по соседству, своих не депортировали. Поэтому здесь, мне кажется, что тут нам нужно, как бы, не разжигать вот это все дело, как в данном случае, с пакетчем поступил Кадыров, а, наоборот, как-то здесь стремится к тому, чтобы закрыть эту страницу на всю историю. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры сделал DimaTorzok